Здравствуйте! 13 марта мы с мужем решили приобрести автомобиль. Мы хотели сделать небольшой, чтобы у нас был платеж, так как у нас денег не особо много было, и у нас была старая машина. В итоге, когда мы приехали сюда, у нас сразу же у мужа забрали ПТС, вроде как на предварительный кредит, чтобы мы посмотрели, какой платеж. Нам платеж там не понравился, мы хотели уйти. Но так как мы не ушли, потому что они нам не возвращали ПТС. ПТС не возвращали и начали нам что-то говорить одно, другое. В итоге кредит на нас повесили большой, вели нас в заблуждение. Они нам предложили свою машину, какая у них именно в салоне стояла. Мы говорили, что мы не хотели эту машину. Но вы приехали за Ладо Грантой, по стоимости сколько она стоила на сайте? Ладо Гранта была 300 с чем-то рублей. То есть заведомо низкая стоимость уже изначально? Да, из-за этого только. А так мы, конечно, такую сумму не могли бы дороже. И начали вам предлагать другое, я так понимаю, транспортное средство? Да, они нам начали другую предлагать. В итоге, значит, они нам говорили, давайте посмотрим платежи. У нас будут небольшие, и машина будет неплохая, хотя она будет поддержанная. Значит, 2011 год, Hyundai X35. В итоге они сказали, что где-то будет около 7600 платежей. Ну, как бы рассчитывали, ну ладно, 7600 на 7 лет будем платить. Потом, как бы уже было позднее время, они нас начали мурыжить, мурыжить. Но они весь день, получается, у вас здесь мурыжили? Мурыжили, да. Более 6 часов мурыжили нас. В общем, в итоге мы так устали, что мы начали, они нам говорят, давайте подписывайте договор. Мы вроде начинаем читать, они нам начинают говорить такие вещи. Да что вы там читаете? Они нам, как бы, можно сказать, подсовывали эти документы в итоге. Значит, у нас два кредита. А я еще удивилась, почему два кредита. Первый кредит это на машину, а второй кредит это на страховку. А на страховку, как бы, 86 тысяч на страховку. А в итоге-то, когда мы приехали уже домой, посмотрели, там это не страховка, а шины с дисками. Шины с дисками, еще теньков 32%. По 32% шины с дисками? А вы их вообще получили? В том-то и дело, что новые диски не получили. А шины получили, только диски не получили, да? Да, шины получили, и Том уже сказал, что они далеко не новые. Ну, а машина, само собой. То есть у вас два кредита, платеж по каждому из них какой? Первый, на машину у нас, значит, первый платеж 27 тысяч, но это вроде как первый месяц. А потом у нас последующие 21 100. А хотя вам предлагали по 7 600, вы видели? 7 600, да. И, соответственно, шины с дисками у нас 3 800. Мы будем платить 32%. И сколько у нас это выйдет, неизвестно. На три года нам, да. Ну, это ужас, конечно. И машина у нас на 8 лет. Я просто удивилась такого, как бы, вообще они сказали, что 7 лет. Но они начали нам, как бы, документы подкладывать. Как бы время уже час ночи, и у нас они говорят, вот девушка, зачем там расписать, давайте, давайте побыстрее. И вот так вот просто нам листали, и заставляли подписывать. А мы реально устали, у нас не было уже сил. И мы все подписали. Покупать транспортное средство в современном мире, в России, к сожалению, без поддержки специалистов, юристов, ну, не представляется возможным. Но если хотите спать спокойно, как говорится, и радоваться покупке нового автомобиля. Поэтому не зря у нас появилась новая услуга благодаря этому салону, кстати, «Бастион». Мы хотим сказать им большое спасибо именно за это. За то, что благодаря им получилось и появилась новая услуга «Автоподбор». И юридическое сопровождение сделок купли-продажи. Друзья, вас всех приветствую. Хочу поделиться, ну, прям очень эмоциональным отзывом. Потерпевшая по «Бастиону», ну, вы, наверное, знаете, помните, что мы закрыли автосалон «Бастион», вот этих жуликов-мошенников разогнали. По итогу, наверное, она лучше сама все это расскажет. Ну, это просто настолько меня зацепило. Это такой отзыв, мне настолько приятно, что мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, помогаем людям. И вот такую оценку нам ставят, высокую оценку нам ставят. Так что приятного прослушивания. В общем, я на самом деле прям под впечатлением. Огромное спасибо людям, которые оставляют такие отзывы. Это вот оценка нашей деятельности. Вадим, здравствуйте. Это Татьяна из «Бастиона». Я хотела как бы лично вам тоже сказать вам огромное спасибо. Благодаря вам и вашей команде, Наталье особенно, вам за то, что вы нам помогли, дали нам возможность такую, возможность того, что мы вышли из такой долговой ямы. Мы вернули машину, мы распрощались с кредитом. То есть мы вышли из такой долговой ямы, что мы счастливы. Я очень рада, я очень довольна. Вам огромное, огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы такие молодцы. Вы замечательные, потому что если бы не вы, мы бы ничего не сделали на самом деле. Потому что когда мы начали звонить в банк и объяснять нашу ситуацию, что у нас такие вот, что мы не можем, не в состоянии платить, у нас нет денег. Они, конечно, нам говорили, звоните в салон, разбирайтесь с салоном. Потом, когда салон закрыли, мы опять же звоним в банк и говорим, ребят, ну мы не можем платить, у нас нет денежных средств на эту машину, заберите ее. Они опять нам говорят, нет, нет, нет. Ну и потом, благодаря Наталье, она нам дала наводку, вы как бы звоните, это все равно бесполезно. Давайте попробуем, напишем заявление. И как только мы написали заявление о том, что у нас наождевение двое детей, что у нас очень маленькие зарплаты, что у нас официальные маленькие зарплаты, мы предоставили, предоставили это все. И благодаря этому банк нам дал вот такую возможность, возможность взять и взял на себя такую возможность, чтобы с нами расторгнуть договор. То есть мы ждали месяц просрочки, у нас забрали машину, закрыли у нас кредит, долги. Ну, в общем, честно, я очень счастливая. Ну, единственное, конечно, это Тинькоп, шины с дисками, которые нам впаяли, нам пришлось, конечно, взять кредит, заплатить. Ну, это 80 тысяч, это капля в море по сравнению с двумя миллионами. Ну, я уже много рассказываю, Вадим, честно, вот я вам честно говорю, я очень счастлива и очень рада, что именно попала к вам. И благодаря вам все у нас получилось. Я буду вас всем рекомендовать. Кстати, у меня уже многие кое-какие спрашивали люди, которые со мной, которые рядом, которые всегда поддерживали меня. Они сказали, что вы реально молодцы. Я там даже где-то писала тоже в комментариях про вас. Вот, просто у меня в Инстаграме нет, в ВК я вас там где-то писала. Ну, в общем, я рада, что вы такая сплоченная команда, вы помогаете на самом деле людям. Вот, я не знаю, кому как, но для меня вы, вообще, вы супер. Вот, я просто с эмоциями это рассказываю. И Натальей сегодня тоже мы с ней общались, вот, с ней разговаривали тоже по этому вопросу. Все, Вадим, спасибо вам большое. Я рада всему, всему, что, конечно, произошло очень плохие, как бы, в действии, но выход был очень хороший. Хорошо, что я просто думала, что у меня все же жизнь потеряна. А благодаря вот такой ситуации я счастлива. Вот, и моя вся семья. Все, Вадим, спасибо за прослушивание. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok